Валерий Константинович, вы сами замазываете раны в вашем саду маквастика Долматова. Какие ваши наблюдения о применении и заживляемости раны после ее применения? Для начала отступление такое, Юлия и вы все. Итак, я получил посылку, там было 4 флакона, я снял фильм. На тот момент его посмотрело 140 человек всего лишь. И тут же получаю по морде. А что это вы опять показываете, я это уже видел. А человеку голову-то может прийти, что он видел, то есть он уже о ней маленько слышал, я о ней упоминал даже на вебинаре. Он лично знает, и он решил, что больше никому знать не надо. А те 140 просмотров, которые были, через несколько часов после того, как фильм вышел, из них наверняка 120 первый раз видели и слышали про этот. Очень ценная вещь, которая под названием Лакосик. Зачем он меня по морде-то? А я это уже видел. Что он делает? Типа того, что вы что? Я это видел. Зачем мне это надо? Чего вы повторяете? А вот, пожалуйста, Юлия Сомова задает вопрос. Я могу ответить и одной, а я совсем отвечу. Вопрос. Вы сами замазываете раны в вашем саду Лакосикой? И какие ваши наблюдения? Отвечаю. Если коротко. Однажды случилась трагедия. Пришла смертельная пандемия яблонь. Это мой термин, но он, если я правильно, в Хакасии, на юге Краснодарского края. Сотни тысяч яблонь за 2-3 года, вроде бы без причин, погибли одномоментно. Мои и сейчас живы. Внимание. Может, это совпадение, но в те годы я торцы сотен ран. Скобка заготовка телеков, я замазывал лаквостика и долна-то. Мой сосат осыл. Вот. Так что опять получу по морде. Зато ответил. Так. Дальше яблонь. Яблонь растения нуждающим, сложим в постоянном уходе. Ой. Что-то я к ним вообще не подхожу. Вообще не подхожу? А, только за яблоками. И всё. Вот. Ну, ещё в очередной кирюшу. Любое отклонение от рекомендаций может привести к появлению болезни. А вы как понять-то не можете. Ну, нет ваших рекомендаций. Чего ради она вдруг заболела? Вот понимаете, без вашей рекомендации она заболела. Вот стоит и обязательно через несколько лет она заболела и умерла. Но вы сейчас начнёте её уже, зная, что её конец, вы начинаете её сейчас рекомендации давать. Чтоб всех её спасли. Вот. И вот тут перемешано до того интересных признакам является зелёные листья, которые дерево не сбрасывают. Вы знаете, абсолютно правильно. Вот мне нравится плюс на минус. Совершенно верно. Бывает как, смотришь, все деревья не сбросили. Одно стоит с зелёными. Оно не то, что какой-то особый вид. Там южное попало на север. Оно такое, как все вроде бы. И должно было сбросить. А оно не сбросило. И действительно приходит весна. Оно зимой так постояло с листьями частично. А весна не проснулась. Всё верно. Смотрим дальше. Ведь из-за такой особенности растение может заболеть и перестать плодоносить. Вот. Ну, для меня оно означает уже смерть, если оно зелёными. Ну, то есть, да, или заболеет, или умрет. Чтобы мы могли справиться с этой проблемой, вы считывались, разберёмся, по какой причине на яблоне могли остаться зелёные листья. И что необходимо делать в такой ситуации, чтобы спасить. Далее всё пропускаем. Внимание! Неправильно проведённые летние обрезки спровоцировавшие интенсивно рост яблона. И что интересно, ведь право в этом. Неправильно проведённые летние обрезки. Вот, смотрите. Любая обрезка, правильно-неправильно, приводит, спровоцирует интенсивно рост яблона. Он прав. Но он взял и разделил на летнюю обрезку. Правильно-неправильно. То есть, получается, есть такой вид обрезки, когда летом обрезал, али хоть бы что. Ведь интенсивно рост яблона приводит к чему? К смерти веток. Второй половине года. Всё, всё, этот рост – это смерть. Но придумать такое, что он такой грамотный, что он нас сейчас научит, правильно резать лето? Никогда нет такого, ни одного дерева не спасет. Я пошёл делать фотографии. Годом раньше я здесь отрезал ветку на прививку. Посмотрите. Видели? Это страшная вещь, я вам скажу. Вот, это вынужденная мера ради жизни на земле, потому что других доходов нет. И что получается? Получается, что не то, чтобы правильно была отрезана, верхняя почка замёрзла. Она и ниже пошла, и ещё вот сюда дошла. А это ещё по-божески. Бывает, это мёртвый-мёртвый, аж до сюда мёртвый. Вот. И как? А я отрезал правильно. Над почкой. А человек продолжает нас учить. Недостаточный полю в летний период. У меня было недостаточного полю, то есть не было дождей. Вот. Дальше тоже вроде правильно. Дерево может давать молодые побеги во влажные осенние месяцы. Да, зимой пошли дожди, и вдруг, оно бывает летом из-за засухи, замирает буквально. А раз пошло, это очень плохо. Вот. Вот это внесение в воздушное каточное херня. Несоответствие сорта яблони, это правильно. Но, если оно пошло под осень, вдруг растер, то его ждёт страшная судьба зимой. Вот. Причина возникновения проблем с иском длинным вексационным периодом. Совершенно верно. Но, сейчас поймёте, что дальше будет. Нередко наличие зелёных листьев на ветках показывает на поражение дерева болезни вредителями. Может и болезни, да, и вредители. Но, на самом деле, наличие зелёных веток перед холодами, вот он сам указал, несоответствует сорт и регион. И это есть. Какой бы ни была причина, с удовольствием глаза насторожен. Совершенно верно. Насторожен. Если дерево к зиме не перешло в состоянии относительно покоя, смотрите, чем кончится. Страшивает фразой. Оно не сможет перезимовать, то есть и погибнет. Да? Тоже всё правильно. Вот вроде правильно. Как помыть дерево? Подобно, что все кто указывает, на все разные проблемы. Он всё размазывает, размазывает. Нередко, коротко. Устроить можно будет только весной. И вдруг, перезимовкой, вот, заметьте, на дереве зелёные листья. Нужно помочь растениям. Обшмогать те ветки, до которых вы можете дотянуться. Ёл. Твою мать, да что ты с ума сошёл, кто ли? Оно ещё погибнет, не погибнет. Несколько раз за 40 лет у меня ветки уходили в зиму зелёными. Но деревья-то в целом. Ой, что такое обшмогать ветки? Насильно. Это ужас. Вот здесь, например, это было недавно, 21-го, там, 10 дней назад. Вот уже, на сливе уже, они еле держатся. На абрикосах уже упали, слава богу, что не придётся мне вот эту дурь делать. Вот. И получается так. Это первый случай. Нет, 101-й. Обшимогать тести. А вот этот случай, волна телеканал и усадьба. Листья зелёные. И вот такой человек, как говорят, вот этому обидно. Он, считай, называет себя эксперт. Он с бородка, знаете, такой вот, вот такой вот, как он рассказывает, почему, я его не фамилия, я его, я этот, начали вставил его фотографию, потом всё. Как нельзя понять, листья ещё зелёные? Это значит, что, если вот так вот сделать, а он сделал вот так, сколько дотянулся к самой земле. Когда он сделал вот так, получилось 50 или 100 маленьких ранок, там, где лист прикрепляется к почке, или почка прикрепляется к листу. Что мы имеем? Мы имеем 50 или 100 перед зимой маленьких ранок. Да, они маленькие. Но я специально заместил это фотография. Вот часть уже упала, а часть ещё держится. Вот здесь, где лист, почему я должен эксперту это всё объяснять? Хотя он, скорее всего, никогда меня не вылит и не услышит. Вот здесь вот, вот здесь вот, пока лист постепенно отсыхает, постепенно эта ранка готовится к, назовём это, как, пломбирование. И, конечно, когда лист упадёт, смотришь, а ранки-то нету, нету ранки. Там воск. А теперь представим себе, зелёные листья, даже скрепка, трррр, страшные раны перед зимой. И это не всё. Если бы не было бы почек, вообще нету, ну нету почек. Их задача-то двойная. Первая мы уже изучали, это фотосинтез. А вторая, это почку выкормить. Она прежде всего выкармит почку, которая крепится. Каждая имеет свою почку. Каждая почка имеет свой листик. Как можно оторвать листик, когда почка не вызрала перед зимой? показать эту физиономию? Ну, это фактически позорить. Ещё одного врага даже. Потом я тут буду говорить, что вы на ПЕ или на МАИ. Как? 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 Показывать на телеканале, который федеральном. Ну как? А нам не светит никто наших ребят, которые обучены уже по-новому, которые никогда бы этого не позволили. Никто туда и на пушечные вытаривания поступит. Вот себе полчаса распинается, а потом покажу, как садят деревья. Вот садят их полчаса, а за полчаса заработали. А всё, что они делали, даром не надо было делать. Вообще не надо этого делать. А телеканал это что? А, это уже реклама, реклама. Ну, правильно, телеканал. Помните анекдот? Чтоб ты займела мужика с большим-большим кошельком, вот так и тут. Если уже работают на телеканале, то у них, по крайней мере, кошелёк не пуст. А ради этого столько дурной работы или вред опасно для нас придумали. Опять я это, шашкой махаю, брат просил поменьше, не получилось. Буду молчать, инфаркт. Редактор субтитров